Это сигнал начала охоты. Звуки из рога полумесяца на Руси знали все участники действа. Спустя века сигналы из прошлого вновь собирают любители охоты. На звуки откликнулись жители алтайского края, многих городов России и Кыргызстана. Алмаз Акунов приехал в регион с особой миссией. У него в планах организовать на Алтае фестиваль кочевых народов. Для них охота всегда занимала одно из главных увлечений в жизни. Традиции псовой охоты, как при русских царях, восстанавливали по крупицам. Это и наряды того времени, и кухня, и, конечно же, сам церемониал. Чтобы узнать все тонкости и правила настоящей охоты, организаторы обращались даже в Дом Романовых. После 1917 года все, что касалось псовой охоты, информация была засекречена. И восстановление началось с изучением архивов и той литературы, которой сейчас допускается у нас печать. Главные в псовой охоте, конечно же, животные. Именно от борзых зависит, попадет ли дичь на стол. Порода появилась на Руси вместе с татаро-монгольским игом. Тогда борзые были короткошерстыми и не выдерживали мороза. Русские стали скрещивать этих собак с лайками. Получилась порода с длинной шерстью – псовиной. Поэтому их и называют псовая борзая. Еще чем она стала хороша, когда ее скрестили с нашими лайками, она стала очень резвая, резвее. Те собаки они брали из мором зверя. Из мором. Они его могли гнать там 10 километров, пока зверь не уставал и не падал. Эти собаки очень скоростные. Они догоняют за 100 метров любого зверя, потому что скоро у них бешено. На русскую псовую охоту стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Кажется, что эти дамы и господа пришли к нам из прошлого. Впрочем, раньше охота была не просто увлечением, а способом украсить столблюдом из дичи. В современных реалиях зайцы добывают скорее не для еды, а для развлечения. Олеся Роженцова, Сергей Сидых. Новости.